Добрый день, друзья! Сегодня хочу ответить на ваши вопросы, которые мне поступили под видео про переезд в Сербию непосредственно в Белград. Ребята спрашивают по поводу отопительного сезона, который сейчас начался, и что происходит в городе, так как часть домов частных, они все-таки отапливаются еще самостоятельно, дровами или углем, или еще какими-то материалами. В общем, что могу сказать, сейчас у нас ночью максимально холодно, это где-то плюс 8. Есть некоторый запах, знаете, такого копченого дерева, когда коптят рыбу или что-то такое. Смока нет, как все думают. Я когда сама переезжала в марте, я боялась этого же самого. Есть только запах. Единственное, если квартира, в которой вы будете жить, будет находиться рядом с частным сектором или с домами, которые имеют именно такое отопление дровяное, то, конечно, да, как бы вы это будете чувствовать. Но отапливают дома не целый день, их начинают отапливать только вечером, с вечера на ночь, чтобы нагреть дом. Потом утром, ну, крайне редко, если только рано-рано утром, они включают отопление. Есть районы, где мало частного сектора, такие как Новый Белград, например. Тут прилетела сока. Такие, как Новый Белград. Там вообще много новых домов многоэтажных. Такой спальный район мы бы назвали его с нашей точки зрения. Вот, там, наверное, поменьше. Вот, я живу ближе к центру города, поэтому здесь у меня частных домов много. Но я живу в многоквартирном доме, поэтому, слава богу, с этим я не сталкиваюсь. То есть я выхожу на балкон максимум вечером, что я могу почувствовать. Это вот некоторый копченый запах. То есть не могу сказать, что стоит смог. Но впереди еще холода, еще поздняя осень и зима. Не знаю, что будет дальше. Но в целом все терпимо. Смока нет. Если вы, как знаете, как леса обычно горят, когда смог в городе нет, такого нет точно. Вот. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, все очень терпимо. Если, конечно, вы прям живете дом в дом, там, где отапливаются люди, то, может быть, вам принесет это какие-то неудобства. Ну, это, в общем, надо все пройти, надо все на себе испробовать. Вот. А следующий вопрос ко мне поступил по поводу школ. Девушка спрашивает по поводу частных школ и относительной стоимости. Могу сказать, что там стоимость от... Где-то от 3,5-4 тысяч евро за год. Это сербские частные школы. Международные школы начинаются от 6-7 тысяч евро в год. Если это касается последних классов, то это может быть и 12, и 13, и 14, и 16. Все зависит от школы. Много русских людей здесь отдали детей в частные и международные школы. Поэтому здесь вы найдете очень много информации, отзывов по этому поводу. Есть много очень чатиков русских. Вот там, где вам подскажут по этому поводу. Также вопрос поступал по поводу сравнения частных и государственных школ. Ребята, я пока точно вам сказать не смогу, потому что мои дети не учились еще в частных школах. Ну, на мой взгляд, у нас, слава богу, все идет более-менее хорошо в государственной школе. Дети достаточно отзывчивые попались. Многие знают английский. Часть учителей знает английский, часть нет. Но они дают время на то, чтобы изучить язык сербский. Они достаточно лояльно относятся. Если какие-то проблемы возникают, то сразу их надо просто решать с классным руководителем, и все. Уровень обучения, на мой взгляд, пока я вижу намного ниже. Но загруженность намного меньше. Дети в основном все задания выполняют на уроках. И домашних заданий крайне мало дома. Что означает, что ребенок может заниматься своими делами, кружками и вообще просто отдыхать. Иметь какое-то детство. Сейчас уже в пятом классе у нас у дочери начались проекты, которые делят по группам между одноклассниками. Вот посмотрим, что интересное будет. В целом, все пока слава богу. Нам сказали, что три месяца на адаптацию точно нам дают. Пока за это время ребенок учит на курсах сербский язык. И старается сразу применять в общении с одноклассниками. Также поступил вопрос в целом про климат в Белграде. И, ребят, опять же таки, я здесь чуть больше полугода, поэтому могу сказать только за этот период. Я с осени, с весны, с ранней весны, с марта здесь. У них климат в целом очень приятный, теплый. Но в последние годы, как сказали наши друзья-сербы, что-то меняется, что-то происходит новое. Потому что то могут идти затяжные дожди осенью, то вот, например, как сейчас. Сейчас очень тепло и хорошо. Сейчас максимальная температура днем 20 градусов. К вечеру она падает где-то до 10. Также утром 10 градусов. И потом вечером такой подъем. Но, как я понимаю, это во всей Европе. С утра прохладно, а к вечеру теплее. В целом сейчас сухо. Абсолютно сухо. И тепло, можно так сказать. Я вот хожу в пиджаке. В пиджаке и в рубашке мне отлично. Вот люди, которые выходят рано на работу, да, они берут курточки. Мы одеваем детям куртки. И потом в течение дня просто они их снимают и все. Обычно говорят, что зима дождливая, ветреная. Достаточно высокая влажность, поэтому одеваться надо тепло. Но снега крайне мало, практически нет. Если он выпадает, то, говорят, сразу же он тает. На мой взгляд, очень приятный климат. Посмотрим, что будет сейчас. Но лето было экстремально жарким. Было 35 градусов на улице. В течение июля и августа это было очень жарко. С учетом того, что если вы живете ближе к центру города, и здесь мало зелени, в основном асфальт и машины, конечно, воздух очень сильно прогревается. Этим летом здесь было тяжеловато, на мой взгляд. Конечно, нужны и кондиционеры дома, и проводить время какое-то в парках. Но парков мало в целом. Если вы живете больше к центральной части Белграда, то гулять практически негде. Негде с детьми надо находить в ближайшие парки. Они здесь совсем небольшие, и там уже проводить время. Поэтому отталкивайтесь, когда выбираете место жительства, отталкивайтесь все-таки еще от места, где вы будете проводить время, гулять. Я знаю, что некоторые переезжают с собаками. Еще место для собак, соответственно, для бухгала нужно искать. Кстати, по поводу собак, сербы очень сильно любят собак. Тут у каждого второго, если не первого, собака. Соответственно, есть некоторые сложности с этим, потому что везде один асфальт, и вот это вот кучки-кучки-кучки с утра выходишь. Слава богу, если кто-то убрал, а если кто-то не убрал, но вот так вот это все и стоит. Поэтому в целом очень любят животных, особенно собак. Кошек тоже это предостаточно, но собаки это прям вот все. Такие самые любимые животные. На мой взгляд, намного больше, чем в России. собак здесь. Ну, ребят, это все пока. Те вопросы, которые вы мне задавали, самые основные, и я быстренько решила на них ответить. Если что-то вас еще интересует, пожалуйста, пишите, что смогу, расскажу. А вам хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok